Книга «Открытым оком», том 8, вопрос 2071. Тема «Грех». Грех осуждения более всего порицается святыми отцами. А можно ли избежать этого греха, если уйти от людей и жить со зверями? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Никуда люди не могут уйти от этого греха. Он и в пустынях так расцвел, что мирским это и не снилось. Особо они подозревали друг друга в связи с женщиной или наоборот. Тут поле деятельности бесом было безразмерное. Кто только не страдал от их игрищ. Иоанна 7, 24. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Иоанна 8, 15. Вы судите по плоти, я не сужу никого. Римлянам 14, 13. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. 1 Коринфянам 4, 3, 5. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Посему не судите никак преждевремени, пока не придет Господь, который осветит скрыто во мраке и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога. Кавычки закрыты. Пимен Великий. Память 27 августа. И потом рассказал такой случай. Некий брат был осмеян бесом, таковым призраком. Он видел иного брата, творившего грех женщиною. Брат смутился в мыслях и был обуреваем похотью. Подойдя, он толкнул их ногой свою и сказав, оставьте, для чего вы согрешаете. Но оказалось, что это были сног и пшеницы они людям. Посему заключил Пимен, говорю вам, не давайте веры и тому, что видите очами своими. И потом прибавил. Снял с них одеяние монашеское, но потом раскаялся. Пошел к Ави Пимену и рассказал ему обо всем, что он сделал с теми братьями. Старец же сказал ему, не имеешь ли и ты в себе чего-либо от ветхого человека, или, быть может, ты окончательно совлекся его. Пресвитер, услышав от старца такие слова, умилился, призвал тех братьев, которых огорчил, раскаялся и снова облег их в одеяние монашеское. Однажды пришел к Ави Пимену Ава Исаак и, увидав, что он возливал на ноги свои небольшое количество воды, сказал ему, как жестоко иные удручают тело свое. Старец же сказал ему, мы не научены быть телоубийцами. И потом сказал, бывает иногда, что человек кажется молчащим, но если сердце его осуждает других, то он говорит всегда. Но если такие, которые с утра до вечера говорят языком, но в то же время соблюдают молчание, ибо не осуждающий ближнего, то же, что молчащий. Вот мирная семья смиренных поселян, на благовест любви, взывающий мирян, толпою соберется в день воскресный, и молятся они, чтобы Отец Небесный послал им ныне в вышний мир, чтобы за них, за их труды им принесла земля обильные плоды, чтобы день был совершен, свят, мирен и безгрешен, чтобы исцелел больной, чтобы скорбный был утешен, живущим верою, хранящим Божий страх, трудящимся в молитве и слезах, всем стразцующим, всем далече в море сущим, Господь послал в свой мир любовь и благодать, чтобы покаяние им дни прочие скончать, чтобы ангел, мирный дух их и телес, хранитель, берег из стада их и поле, и обитель, чтобы помянул Господь в отцарстве своем отцов и братью, почивших смертным сном. П.А. Вязинский